Всем привет! В эфире новый выпуск заметок о Черкесии. И сегодня мы поговорим о иной стороне скажем так кабардинской знати. После выпуска о Тимрюке появилась необходимость отразить в общем-то и другие подходы к управлению кабардой со стороны других кабардинских родов. И я решил поэтому остановиться на братьях Атажукиных, то есть Измаил Бея Атажукини и Адиль Герея Атажукини. Ну почему? Во-первых, потому что про них в принципе больше всего материалов из князей кабарды имеется в наличии в свободном доступе. А во-вторых, скажем так, здесь вот эти два брата, их разность понимания судьбы кабарды, разность их подходов к политике в кабарде, она как бы по моему мнению отражает наиболее хорошо вот саму психологию поведения кабардинских князей. Не таких как Тимрюк, который непосредственно сразу перешел под русское подданство и очень так глубоко и надолго всем родом ушел в Россию, в российскую историю. А именно кабардинцев, то как они воспринимали независимость своей страны, то какие методы они видели для, скажем так, достижения независимости кабарды, для удержания этой независимости. И то, как они, в общем-то, не гнушались применять внешнюю военную силу для получения так называемой этой независимости кабарды, которая во многом определялась исключительно интересами конкретного князя или конкретного рода, а не народа в целом. Ну, как правило. Итак, перейдем к братьям. Значит, начнем с старшего брата, значит, Измаилбей от Ажукин. Существуют различные мнения о времени рождения, о годе рождения Измаила, но более достоверной датой следует считать 1750 год, скорее всего. Измаилбей, как, в общем-то, и делегерей, они были сыновьями князя Тимрюка от Ажукина, который, в свою очередь, был сыном, то есть дедушкой был, князь Вали Кабарды Бомат, он же Магомед Кургакин Атажукин из Баксанской княжеской партии. Дело в том, что Измаилбей, будучи еще подростком, как он сам описывал, повинуясь воле родителя, отправился в Петербург, ну, так сказать, был отправлен, где его определили военное учебное заведение России. Тут, ну, в общем-то, Геон и получилось довольно хорошее, даже очень хорошее по тем временам образование, особенно среди, в общем-то, кавказских именно представителей княжеских родов. И как бы стал таким довольно образованным человеком, которого вообще, в принципе, знали в то время в России и на Кавказе. Тут стоит подчеркнуть, что его дед, этот Магомед Кургакин, он был весьма авторитетным верховным князем в Большой Кабарде. Вся его жизнь, в общем-то, и проходила в борьбе за вот это звание высшего князя, то есть это постоянные были такие межродовые у них там разборки, то есть они постоянно друг друга пытались как бы сместить силой, постоянно приглашали для этого то российские войска, русские отряды, то есть если не получалось, то тот же Магомед Кургакин часто обращался к своим родственникам, у него были родственные связи с калмыками, с калмыкинскими ханами. Даже когда калмыки ханы свои династические разборки проводя, приходили к кабардинцам, к роду Кургакина за помощью, хотя они не помогли, не ввязались в кабардинство. Когда Россия не могла помочь, он готов был уйти в Крымское ханство, значит, под его подданство, и Россия, в общем-то, выступала, отговаривала его от этого шага. Вся жизнь такая сплошная бесконечная борьба вот этих княжеских родов, которые при этом то выступали как союзники друг с другом, то они то своих же предавали, опять же, как бы, меняли в общем партии друг против друга постоянно. Вся суть его политики сводилась к умелому такому лавированию между интересами различных групп в регионе, то есть Османов и России, но при этом всегда с мыслью о том, что как бы добиться своих личных интересов, ну и как бы до кучи еще и независимости кабарды. При этом стоит отметить, что владения их дяди Измаила, Мисоста Бамакова и отца Тималюка, были тогда в районе Пятигория до прихода России на эти земли. И, собственно, эти земли и ресурсы были отобраны у кабардинских князей в прямое распространение Российской империи в 1760 по 1770 годы. Как бы их передали новых собственников, там казачество появилось, казачье поселение, и сопротивление их было подавлено по жестоким, в жестоком бою русскими войсками на реке Малки в 1779 году. Сыновья теми реками Мисоста, в том числе Измаил, собственно, о котором мы и говорим, и его двоюродный брат Раслан Бек, именно тогда и поступили на русскую службу. До того известно, что в 1760-70-х годах, когда их из этих земель изгнали, он еще маленьким был, значит, в эмиграции со своими родственниками старшими в Закубании, возможно, в Крыму и в Турции, даже, возможно, в Хадж ходил, где, считается, он и научился очень хорошо арабскому и турецкому языкам. Начиная с 80-х годов, Измаил Бея занимал активное участие в военно-политических событиях в России и в Кабарде, значит, он участвовал в русско-турецкой войне 87-го и 91-го годов, в 88-м году служил при дворе князя Потемкина, а в конце того же года даже участвовал в штурме турецкой крепости Очаков, там же, где отметились казаки-основатели карсонары. За боевые заслуги он был произведен в определенной чины, в итоге, как премьер-майором стал, тестовали его, его Потемкин тестовал очень хорошо перед Екатериной Второй, которая представила его перед богатыми наградами за службу в военную именно. В 1990 году участвовал во взятии крепости Измаил, значит, он обратил на себя даже внимание генерала Суворова, который особо отметил его за храбрость и усердие. Через год он уже участвовал в НИПСЭСах переговорах Яскавомира с Турцией, по которым юридически Кабарда была закреплена за владением Российской империей. И вот после всех этих событий в 1094 году, значит, Измаил Бея направляет в Кабарду обратно на родину с особым поручением по управлению горскими народами. Так как в Кабарде в это время происходили определенного рода события. Дело в том, что с 90-х годов еще на ее территории была введена российская такая административно-судебная система управления. В 1793 году по предложению главнокомандующего вот этой линии Кавказской Гудевича в Кабарде учредили так называемые родовые суды и расправы под руководством моздокского коменданта. Действовали они на основе обычного права, разбирали вот всякие тяжкие и мелкие преступления. Но дело в том, что все уголовные дела, в принципе, они рассматривались по законам Российской империи. В Моздоке и сама апелляционная инстанция этих судов, она находилась вообще в Астрахани. Астраханским губернатором разбиралась. По разрешению этих судов созывались народные собрания ХСН. И вот дело в том, что вот такая вот прямая, грубо говоря, прямое управление от Российской империи в Кабарде вызвало очень серьезное сопротивление и среди князей, и среди опорочного народа. Поэтому в 1994 году в Кабарде, в итоге, когда приехал туда Азимаил, вспыхло восстание под руководством князей, которое было очень жестоко подавлено российскими властями. И дело в том, что одним из крупнейших лидеров этого восстания был как раз младший брат Измаила, Адиль Герай, который вот это все организовал. И после поражения восстания Измаил Бея, его брат Адиль Герая и еще одного верховного князя Кабарды, полковника российских войск также, Атажакова Хамурзина, их всех выслали в город Екатеринаслав в ссылку. Значит, Екатеринаслав это современный Днепропретровск, в котором уже Днепр называется. При этом из всех трех сосланных туда в ссылку князей, именно Измаил Бея, он больше всех оставался в Екатеринаславле, об этом существуют записки новороссийского генерал-губернатора, о том, что он ввел себя в этой ссылке пролежно и как бы полностью себя оправдал. В 1797 году он подал первое опрошение императора Павлу I о том, чтобы разрешить ему покинуть эту ссылку, но получил такой вежливый отказ, тогда власти боялись его возврата, считали, что он как бы такой человек очень грамотный, умный, может сильно повлиять на это движение, не в пользу России. А движение это, про сопротивление продолжало развиваться в Кабарде и приняло уже такие религиозные формы. Однако, значит, пришлось ему там просидеть в ссылке еще до 1801 года, когда был путем заговора свергнут оператор Павлу I и новому уже оператору Александру I, тружоке Гунафе, обратился с просьбой освободить его и отправить в Кабарду, чтобы он мог применить свои силы, использовать для народа. Ему эту просьбу удовлетворили, но сказали, что в первую очередь он должен явиться в Петербург для переговоров. В Петербурге его произвели в полковнике, поручили командование, значит, формирующимся кабардинским так называемым эскадроном тогда, ну, как бы об этом подробности ниже. Самое главное, что в начале 1804 года он выступил в Петербурге с так называемыми записками в Министерство внутренних дел России, значит, в записках он, значит, ну, попытался объяснить, каким образом стоило бы управлять правильно Кабардой для того, чтобы там не было каких-либо восстаний. Схема там выглядела примерно так, что некое доверенное лицо, уполномоченное властью верховной в лице самого себя, наследника самого как бы знатного, самовладительного рода, как он написал это все в Кабарде, и ему должны были доверие вступить в диалог с кабардинской и прочей знатью, значит, не только в самой Кабарде, но вообще во всех адыгских землях полностью, в Закубании, от Азова до Каспия, условно говоря. И по его теории, как бы, он должен был предложить такое гармоничное управление, что-то вроде единого адыгского государства, где он будет самым главным в его род тоже. По идее, западные адыги именно Закубанские должны были автоматически как-то присоединиться к нему. И все это как бы строилось на общности происхождения Аутенала. Поводом к объединению он говорил то, что это поможет избавиться от вот этой вот междоусобицы, межкняжеской постоянной, которая мешает Кабарде устояться как единому большему государству и, соответственно, освободиться от давления черноморских казаков. По сути дела, он представлял управление страной по тем же самым феодальным принципам, по адатам, но только в более, так скажем так, справедливом ключе, справедливости для народа. При этом нормы ислама он вообще никаким образом здесь не трогает и не включает в эту записку. В общем и целом, как бы записка именно сходилась к тому, что объединить эту страну все при покровительстве в вассалитете Российской империи, ну, наверное, по принципу, как вот Крымское ханство существовало под вассалитетом Османской империи. Вот всю эту записку он, значит, передал во Министерство внутренних дел. Из Министерства внутренних дел эту записку, в свою очередь, передали на Кавказ, более знающему специалисту, тогда главнокомандующему Кавказа Цицианову для рассмотрения. Рекомендовали его Цицианову на службу взять в Кавказский корпус. Но в своем ответе Цицианов резко возразил по поводу... Там еще дело в том, что вопрос стоял о том, что нужно ликвидировать Кавказскую линию, поскольку она мешает нормальному сообщению торговому и просто бытовому этих кавказцев и только ухудшает это положение дел, ненужное давление делать. Цицианов, естественно, резко выразился за то, что ни в коем случае такого делать нельзя, и вообще по поводу его фигуры высказался, что ему оно тут нафиг не нужно. Но дело в том, что еще Потемкин, уже тогда умерший Потемкин, в свое время предлагал идею вот этого самого кабардинского, так называемого, кавалерийского корпуса, называемого кабардинского эскадрона. И Цицианов эту идею поддерживал, и он предложил так, что вот все это не интересно ему, а в качестве главы вот этого корпуса он его согласен взять на Кавказ. Ну, как бы Петербург дал добро на этот ответ, но дело в том, что у кабардинского эскадрона его создание сильно затянулось, и не дожидаясь вот этого ответа из Маубея выехал на Кавказ, значит, приехал в город Георгиевск на Минводах, тогда это был административный центр этой области Кавказской губернии, и, значит, там поселился и энергично стал оттуда заниматься социально-политической деятельностью в своей стране. При этом известно, что своего сына он отдал на воспитание своему узденю, а не в Россию. А свои медали он старался прятать, когда проезжал по Кабарде, чтобы не видели своих соотечественников. В последующие годы деятельность его была довольно трудно напряженной, он был таким ярким сторонником просвещения кабардинского народа, пытался разрешить разногласия, постоянно возникавшие с российскими властями мирным путем, но как бы успеха особого в этом случае не имел. Вся его деятельность, поскольку, несмотря на то, что вроде как она пророссийская была, но по сути в глубине своей настаивала на независимости Кабарды, покармия ее самостоятельности как отдельного государства, то, естественно, его не взлюбили все местные чиновники, значит, постоянно его деятельность вызывала противодействие со стороны их властей, а с другой стороны кабардинской знати, которой это тоже идеи его были чуждые, неинтересные, вообще противоречили их интересам. Со стороны царских властей он постоянно выступал против, саботировал все попытки, требования обеспечить покорность отдельных каких-то сообществ, аулов, верность их царским властям. Он осуждал эти жестокие карательные экспедиции, проводимые генералами Кавказского корпуса. Писал царю жалобы, и в свою очередь на него писали жалобы, несколько раз даже его садили в тюрьму. Не взлюбили его такие фигуры, как, допустим, пристав Дельпоца, который писал о нем в негативном ключе постоянно, Цицианов, самый главнокомандующий, Булгаков, который командовал войсками на Кавказской линии, гражданский даже губернатор Картвелин также. Чем вот дальше, все больше Атужукин выступал за, скажем так, за сторону объединения Кабарды с Россией, но не военным путем, а мирным путем, путем его установления торговли и вассалитета. Он же выступал за уменьшение прав княжеской власти в Кабарде в пользу народа, чем вызывала, в общем-то, ненависть со стороны феодалов. И особенно вызывала ненависть со стороны, допустим, того же Цицианова, то, что он выступал как раз за отмену вот тех самых судов, из-за которых их ссылали когда-то, из-за которых восстание было, о том, что необходимо перейти на управление адатами и, собственно говоря, на земле, на самой этой. И особенно то, что он требовал не только вот убрать эту линию, а вернуть вот эти земли, которые были отобраны у кабардинцев при постройке линий. То есть, в частности, здесь он преследовал личные интересы в том, что пытался таким образом добиться возврата земель из своих родовых в районе Пятигорья. Это особенно возмутило царскую администрацию, считалось это в высшей степени дерзостью такие просьбы. Цицианов писал, что вот он сам по себе, ему неприличествует, как русскому офицеру такие вещи говорить, тем более, что он должен понимать, что все возмущения в Кабарде происходят только от того, что туда приходят разного рода представители, шпионы, агенты от Турции и Персии, которые рассказывают, обещают помощь, всячески на религиозном фоне возбуждают население к сопротивлению его нападению на русские войска. И только эти провокаторы являются единственной причиной восстания в Кабарде, а не то, что он пишет какие-то условия для обустройства реформ в Кабарде. Туршкин как бы игнорирует эти вот угрозы. При этом он не только пишет все это, он еще и выступает среди обычного простого народа в разных аулах. В мае 1885-1806 году в Баксане и Чигеме он выступал со всеми этими речами. Там же он людям объясняет, как раз свою позицию по поводу Турции и Персии, объясняет, что именно только Россия может, как близко находящаяся держава, просвещенная, сильная, помочь им обустроить свою страну, а не какая-то далекая Персия, которая разрывается междуусобицами, или Турция, которая вообще не интересная, и ей интерес лишь в междоусобной войне только существует. В общем, вся деятельность такая Избайл-Бей, она проходила в течение почти десятилетия следующего. Значит, однако его это иллюзия о возможностях мирного присоединения Кабарды к России. Они, к сожалению, столкнулись с жестокой карательной политикой России на Кавказе и, в общем-то, непониманием со стороны властей этих всех предложений. И считается, что, возможно, именно она привела вот эту позицию его к трагедии, случившейся в конце 1811 года, либо, по другим источникам, в начале 1812 года, когда Избайл-Бей был убит при таинственных обстоятельствах. При этом, на самом деле, никто толком по настоящее время не знает причин и следствия, кто был убийцей. Тем не менее, позже, после его смерти, его фигура явилась историческим прототипом для поэмы Лермонтова. Так она и называется, Измайл-Бей. Согласно легенде, которую использовал поэт, он был убит своим двоюродным братом Расламбеком. Дело в том, что сам Расламбек Месостов, это же Кин, он также был офицером русской армии, служил также при Потемкине в свое время, дослужился до определенных чинов хороших, но после смерти Потемкина он вернулся в Кабарду и примкнул к антирусской партии, то есть именно повстанцам, где играл значительную роль в движении сопротивления. Причем мы знаем, что он метался тоже. Он сначала был в составе русских войск, а потом по мере разрастания и восстания переметнулся к повстанцам. Считалось, что по легенде, якобы он совершил убийство из-за соперничества с Измайл-Беем, что якобы Измайл-Бея был более популярен в народе и это повстанцам было не на руку. Тем не менее, современники описывали его как Измайл-Бея, как образованного, статного человека. Крайне удивительно для Кавказа то, что он имел столько количества языков и был таким офицером, настоящим российским офицером. И то, что он никогда не передавал свои идеалы. То есть он старался действовать всегда в том ключе, в котором он изначально шел в записках и отстаивает свою точку зрения, несмотря на то, что она вызывалась серьезная собирательность. Перейдем к теме младшего брата, Адиль Герей Атажукин. Имел также чин российского премьер-майора, полученный за заслуги в последней русско-турецкой войне. В 1994 году он вместе со старшим братом вернется в Кабарду. Тут материалов у нас не очень много по нему, поэтому по косвенным источникам будем понимать, что это примерно происходило. В начале 1795 года его вместе с братом Низмайом Беем и князем Атажакоха Мурзиным высадили из Кабарды в Князянославскую губернию с формулировкой за оказанную в усердии к службе российской ненадежности. Но со своим братом он не особо дружил. И в 1798 году, не дожидаясь освобождения ссылки, он бежал из нее через Крым и Анапу, перебрался в Кабарду. Изначально поселившись у Беслинеевцев, а позже и в самой Кабарде, он снова возглавил подавленное восстание против этих родовых судов и расправ. Во время подъема этого восстания к нему стало присоединяться мусульманское духовенство, что придало всей этой борьбе религиозную окраску. Причем он не задушался получать помощь от Турции, от Персии и всех представителей в этой борьбе. В итоге, для Геряева единомышленникам удалось достичь довольно значительных успехов в деле объединения повстанцев. Его активная деятельность способствовала в итоге срыву выборов родовых судов и расправ в Кабарде к 1799 году, которые отказались от этого. В целом вот это так называемое шариатское движение, длившееся в течение с 99 по 1807 год, 8 лет, имел довольно массовый характер. В него включились помимо кабардинцев абазины, беслинеевцы, чигемские карачаевцы, а также в целом среднее и мелкопомесячное дворянство этих земель. В отличие от идеи своего старшего брата, поставшие под руководством Адиль Герая выступали за учреждение духовного суда вместо родовых, за всеобщее равенство во имя религии. Духовный суд это именно на основе шариата. В итоге именно благодаря его деятельности среди мусульман Кабарды распространилась такая религиозная точка зрения, что поскольку Кабарда сдалась русским властям и является по сути такой российской территорией, то это территория неверных, земля неверных и гибель на ее земле вызовет тот факт, что для правоверного мусульмана он не попадет в рай. И что если ты не хочешь бороться, то ты обязан уехать в Турцию. Увеличился поток полотников в Мекку. По сути дела, этот сформировался такой лозунг «Свобода или смерть», который в общем-то обрубал все возможности для переговоров с российской властью на территории и в общем-то только обострял обстановку. Кроме того, очень серьезно повлияла на Кабарду первая такая серьезная чума, пришедшая из Грузии в 1803 году, которая очень значительно истребила население, в общем ослабила очень силы кабардинцев. Даже после того генерала писали российские, что самая кабардинская конница больше не представляет для них особого страха или уважения, трепета, ее нет просто, они поумирались. Но тем не менее, после чумы, хотя она и шла с 1804 по 1807 годы, тем не менее, им удалось поднять очень крупное восстание в 1804 году. Дело в том, что в апреле этого самого 1804 года, значит, издал Цицанов такую рекламацию кабардинским владельцам стремленно немедленно приступить к выборам вот этих судей. То есть он опять стал возвращаться к идее, нужно силой вернуть эти суды. В этом письме, как говорят, отражается очень сильно такая раздраженность злобная Цицанова действиями Адиль Герая, который сорвал все его планы по этой реформе судебной кабардир. При этом Цицанов, значит, приказывает генералу-дейтенанту Глазана по-своему, к главному, в случае, если они не изберут судей до конца апреля, то, в общем, примерно их наказать жестоко. Кабардинское общество категорически не желало всего этого, то есть саботировало этого все и, по сути дела, выступило против военными силами. Соответственно, Глазинаб в мае, выступив в состоянии сопрохладной, приправился через Малку, дошел до реки Баксан, и здесь стал лагерем и отправил, значит, опять прокламацию кабардинским владениям, значит, чтобы они сдались и приняли условия по восстановлению судов. И вот пока он там ожидал ответа, в итоге вместо этого ответа кабардинцы напали на русские войска, но в серьезном таком сражении вынуждены были отступить. Отряд, соответственно, Глазинаб подвигается в Чигепское ущелье, сжигает 12 улов, в том числе принадлежавших Адильгире и его старшим вассалам Кудинетовым. В бою получают серьезное ранение сына Адильгира Ислам и убивают сына Месоста, сына одного из главных его помощников Кудинетов. Значит, Глазинаб тогда сообщает, что вот в этой акции многие из кабардинских владителей были на стороне России, в частности, тот самый Расламбек Месоста, доверный брат Измаила, и подполковник Кучук Жанхотов. Кроме того, в полку в этом участвовал, ну, скажем, в тулу был, находился Атажакоха Мурзин, тот самый, который изначально в тройке с Измаилом и Адильгиреем был сослан в 1994 году. Дело в том, что когда их сынка закончилась в 1971 году, Измаил Бей поехал в Петербург, пока этот Атажакоха Мурзин вернулся в Кабарду и вступил на службу в российские войска. Не менее-менее тяжелое поражение вот в этих битвах, то, что посожигали аулы, не остановило это движение. Значит, кабардинцы продолжают в июне вооруженным путем препятствовать русским войскам, нападают, в частности, на их отряды в Осетии. Но со временем меняется эта обстановка, значит, все это ухудшается, повстанческое движение только начинает еще больше развиваться. Чтобы наказать кабардинцев за вот эти вражденные действия, генерал Глазина по сильным отрядам вступает в Кабарду, значит, но не успевает ничего провести, так как большая часть кабардинцев успевает собрать огромное ополчение под руководством Расламбека Мисостова, который в этом году, получается, после всех вот этих вот действий, поджигания аулов, переметнулся на сторону повстанцев российских войск, значит, собирает большие партии кабардинцев и закубанцев, в том числе, вторгается внутрь линии и выводит оттуда закубань всех абазинцев с их выуществом. Его окружают они военные посты от прочного окопа, точнее, до Константиного горска, то есть от Армавира до Кисловодска. И прекращают таким образом вообще всякое сообщение по линии. В это же время появилось закубанье так называемое хаджертово Кабарда, то есть многие кабардинцы, спасаясь от нападений, русских войск, предпочитали скрываться у черкесов за Кубани, ну, в основном у абазехов, наверное. И кроме, собственно, беглых кабардинцев, сюда стали собираться еще и представители других народностей, там, Беслинеевцы, Абазины, да. То есть все повстанцы убегали туда, куда российская власть еще не распространялась. И там образовали так называемое хаджертово Кабарду, что называется как беглая Кабарда. В общем, в итоге Глазинав, испугавшись такого нападения в тыл, довольствовался тем, что обязал словесно, не прибнувшись к восстанию кабардинцев, упразднить родовые суды и воздержаться, точнее, от враждебных действий, и как бы согласился упразднить все-таки эти родовые суды и расправы. После чего отступил в Георгийск обратно. Опять же, в это же время, в июне того же года, продолжаются нападения, значит, повстанцев. Отряд Дегтярева, который, значит, покорил дегорцев горных и их пытался на линию перевести, в это время был окружен и разбит, точнее, не разбит, но серьезно, скажем так, поврежден напавшими повстанцами кабардинскими. Глазанап, соответственно, вышел на выручку, Наскара собрал отряд и окружил АУ наиболее влиятельных князей кабардинцев. Они побоялись то, что их Саулу поджигают, как это было совсем недавно, и как бы покорились, обязались исполнить все его требования. Опять Глазанап, он такой наивный, наверное, какой-то генерал был, поверил их обещаниям и сказал, что не будет их трогать, поверил их обещаниям не восставать и исполнять свои требования. Но в то время, как он почти две недели с ними беседовал в окружении, они через своих подручных кабардинских князья подняли восстание на другом конце линии на Кубани, среди нагайцев вообще, и Абазин, которые ушли с линии, попытались уйти с линии и как бы отвлекли от себя огонь Глазанапа. Он даже был направить из Георгиевской шестерот под командованием майора Лихачёва, чтобы вернуть вот этих восставших. Тем не менее, вот эта неудача, окружение кабардинцев не остановило. В это же время, в августе 1804 года, появляется записка со стороны Измайла Бея Тжукина по поводу всех вот этих волнений, возникших в кабарде, где он описывает, что, в общем-то, все причины для этого были лишь в том, что у людей поднимали землю, которая их родам принадлежала в течение многих поколений. То, что русская власть грубо вмешивается в дела кабарды, то, что разобщает их эти различные роды княжеские, то, что принимает беглых кабардинцев, которые, в общем-то, предают своих и перебегают на сторону российской линии. И то, что вообще введение вот этих судов, оно довольно глупый шаг со стороны политики России. Опять же, все эти действия, которые предприняла российская власть, только повнуждали еще больше переселяться в Турцию и многих из кабардинцев в то, к чему, в общем-то, Адиль Гирей призывал. То есть, грубо говоря, Измайл Бея как бы поговорил в российской власти, что они, по сути, своими действиями помогают повстанцам некоторым, в их особенно религиозной части. Значит, в августе того же года предпринимает генерал Марио Мейер очередную экспедицию в кабарду, где жжет там пасеки, в общем-то, сады им, различные пашни. В ответ в сентябре идут ответные действия большого отряда повстанцев под руководством Расламбейка Мисостова, которые поступили к Георгиевску, но были отражены там генералом Мейером. В общем, такая война постоянно идет весь год. В декабре 2004 года Глазина нападает на соседних беслинейцев, которые укрывали кабардинцев, сжигает там множество аулов, сильно очень там истребляет их и вынуждает пойти на примирение. По замечанию историка Гробовского, 1804 год, в принципе, точнее не историка, а современника, оказался одним из самых тяжелых лет для борьбы России на Кавказе. То есть не столько с целью завоевания каких-то новых земель, а с целью удержания того, что в принципе уже было завоевано. Хотя в тот момент масштабы вот этого действия еще не доходили до тех масштабов, которые шли в 30-50-х годах в будущем. Но тем не менее, факт остается фактом. В феврале 1905 года, когда немножко притихло эти выступления, следует отповедь серьезная от Сицианова на записку из Мейлбея, где он в жесткой форме говорит ему о том, что надо понимать более ясно, что является причиной таких восстаний. Не то, что он написал ему в записке, а то, что это подстрекательство со стороны турок. В марте 1905 года Глазина совершил вторую серьезную экспедицию в Кабарду, где было сожжено еще немалое количество аулов. Там сведений уже меньше по этой экспедиции, к сожалению. Известно, что всего 80 аулов за два года было сожжено. Тем не менее, после смерти Сицианова по стенам Балку, российская администрация в 1806 году была вынуждена пойти на замену родовых судов и расправ именно шариатскими судами Макиме. Окончательно. Что привело к усилению мусульманского духовенства в политике Кабарды. А в том числе еще и в Карачае и в Осетии. Верховные князья Кабарды одновременно являлись председателями таких судов. То есть они, в общем-то, так легко переметнулись. Там они готовы были председателями тех судов российских. Расправ теперь, значит, мусульманских судов стали председателями. Известно, что в это время Адель Гирей успел совершить хадж в Мекку. И по его возврату в 1087 году он умирает во время этой эпидемии чумы, когда она уже шла на спад. Но движение сопротивления после этого не заканчивается с его смертью. Такова была история этих двух братьев, объединенных одной идеей независимости, но очень разными методами по ее достижению. На этом все. Комментируйте, оставляйте лайки, пишите. Делитесь с друзьями. Готов участвовать в обсуждении. Про этажукинский сад, естественно, вы понимаете, почему я не написал. Потому что он относится к совсем другим этажукинам, скорее всего. Извежие роды, но только либо сыновья, судя по году 1856, либо внуки уже. Это не относится немножко к теме. Будем продолжать работать. Следующий выпуск будет уже про субтитры. Всем пока.